Друзья, всем привет! С вами Дмитрий Яковлев. Сегодня мы идем по городу, ну, скажем, не по городу, конечно, но в черте города Севастополя. Это Сапун-гора и лесной массив на Сапун-горе. Замечательные деревья, да, красивые такие, большие, крупные. Смотрите, какая красота! И чиновники этого славного города, а может быть, не этого славного города, а какого-нибудь московского славного города своими умными мыслями, большими головами, хотят в этом райском месте проложить дорогу, широкую асфальтированную дорогу. Вот просто так. Вот просто потому, что у них остались деньги, и они хотят куда-то их вложить, лишь бы их не наказали и снова дали в следующий раз им денег. Именно для того, чтобы они опять так же коряво и бездумно вложили деньги непосредственно наши деньги, на которые они могли развить инфраструктуру города Севастополя, поднять социалку и сделать какие-то полезные вещи. Они хотят вложить деньги в ненужный проект дорогу на Сапун-горе. Дорога подразумевает, насколько я понимаю, значит, от седьмого километра до куда-то сахарной головки. Вот. И смысл именно в том, что здесь дорога совершенно не нужна, потому что 300 метров непосредственно вот в ту сторону, то есть там сторона в сторону Ялты, в Ялты. Здесь идет непосредственно от седьмого километра до Ялтинского кольца трасса. Ну, метров 300. Ну, если грубо говоря, уже не по прямой, а вот с учетом горок, ну, получается, наверное, холмистных местностей получается, ну, где-то километр. В той стороне, в стороне города, то есть между тем местом, где мы с вами сейчас находимся, стоим, и городом, где-то через километр от меня проходит еще одна асфальтированная дорога, которая появилась при Украине. Украина начала ее делать и успешно закончила, и она действительно востребована. Но сейчас по непонятной причине в Генплане появилась дорога через вот этот массив лесной. Все было бы хорошо, но это единственное место в городе, где сохранились вот такие вот высокие деревья, и где реально красиво, где реально чистый воздух. этот лес появился после войны, где-то в 50-х годах, был посажен вручную искусственным путем, и вот вымахал вот до таких вот высот. еще при Украине какие-то олигархи здесь пытались что-то спалить бензином, вырезали ну метров, наверное, 300 квадратных леса, вот такой же породы, таких же высоких деревьев, но жители, и здесь дело в том, что дачные поселки, именно дачи, вернее, садоводческие товарищества, и здесь садоводы просто не знаю, спиной, грудью стояли, ложились под трактора, чтобы здесь ничего не воздвигли, никакие дома, никакие дороги, и все такое. А сейчас, в данный момент, к чему мы пришли? Кто-то, какой-то дядя из Москвы дал решение, или не дал решение, или дал денег людям, которые не имеют головы и не понимают, зачем это делать, но им главное сделать, чтобы реализовать эти средства, чтобы получить себе какую-то выгоду, чтобы дать своим знакомым какую-то выгоду, и в том числе на будущее взять себе, конечно, немного денег. И что они решают? Они просто решают тупо сделать ненужную никому дорогу. Да, возможно, здесь будут ездить машину, но зачем? Есть же дороги и там в километре, и в той стороне в километре. Две качественные дороги востребованы. Здесь дорога совершенно не нужна. И мы, как садоводы и жители этих мест, требуем и просим нормальных людей, которые сидят во власти, и требуем ненормальных людей, которые стоят у власти, не трогать этот лес и не прокладывать здесь дорогу. Друзья мои, если вы заинтересованы в том же, в чем и мы, не проходите мимо. Показывайте это видео другим, своим знакомым. Делитесь этим видео, и пускай они тоже делятся с другими людьми, чтобы как можно больше людей видело, какую красоту хотят убрать, вырезать. и только для того, чтобы получить деньги в карман. Эта дорога действительно никому не принесет пользы. Это абсолютно бестолковый проект. И поэтому мы просим забыть об этой дороге и не трогать этот лес. Кроме того, это Сапун-гора. Здесь лежат кости наших дедов и прадедов, которые здесь воевали, бились за Севастополь. Ну, на этом, наверное, все, друзья. Думайте, богатейте, процветайте и живите справедливо. С вами был Дмитрий Яковлев и канал Крымские истории. Всем спасибо, подписывайтесь на канал и всего доброго. Пока.